Пытались спасти близких людей от уголовного преследования, а вместо этого сами угодили в лапы мошенников. По меньшей мере, шесть сыктывкарских пенсионеров стали жертвами коварных аферистов. Злоумышленники обзванивали пожилых людей и рассказывали им о вымышленных авариях, в которые якобы угодили их дети. А затем запугивали стариков и выманивали у них последние сбережения. Антон Булаев продолжит. А потом смотрю, она в слезах. Говорю, что случилось? Вот, говорит, позвонила женщина и говорит, ваша дочь Таня попала в аварию. Вот. И сама мама ушиблась и женщину какую-то там, как бы это, тоже в больнице. Этот телефонный звонок 30 сентября на домашний телефон застал врасплох пожилых супругов из сыктывкара. Женщина, которая представилась медицинским работникам, сообщила шокированным пенсионерам о несчастье. Якобы их дочь спровоцировала жуткую аварию, в которой серьезно пострадала женщина. Лишь срочная дорогостоящая операция способна минимизировать последствия ДТП. Затем на мобильник 80-летних стариков перезвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником МВД. Вы, говорит, наверное, уже знаете, что у вас на дочь попала в аварию. Я, да, знаю. Вот теперь надо для того, чтобы там ее как-то обеспечить. 700 тысяч, это, говорит, ну, как бы на лечение, на операции, все такое. А у Тани как бы разбита губа и в голове и три рыбы раз сломаны. Она говорит, а я хотел позвонить сразу Тане. А бесполезно, говорит, звонить. Вот она говорит на операции. Вы позвоните завтра утром, как уже там будут зашивать, так туда-сюда. Вот, лучше всего утром. Звонивший пригрозил пожилым родителям. Если они вздумают обратиться к кому-либо еще, помогать их дочери он не будет. Таких огромных денег у пожилой четы не было, поэтому сумма ущерба вскоре снизилась в семь раз. Все сбережения, которые супруги долгое время откладывали на старость, по указанию псевдополицейского они сложили в пакет и передали курьеру. Я открываю дверь и он там стоит. Он уже что-то думал, что зайти не зайти или что, и как в лоб в лоб мы встретили. Я говорю, ты кто? Я говорю, Дима. А меня этот капитан предупреждал, что шофера зовут Дима. Ну раз Дима, так Дима. Я передаю ему пакет. Он берет и уехал. На следующий день престарелые родители связались с дочерью и узнали об обмане. Оказалось, по аналогичной схеме злоумышленники в тот день обманули по меньшей мере трех пенсионеров. Ущерб составил 760 тысяч рублей. Курьера объявили в розыск. Старичные оперативники задержали молодого человека в Чувашской республике. Установленное лицо являлось жителем города Чебоксары. В его задачи входила непосредственная передача денежных средств от потерпевших третьим лицам. За материальное вознаграждение в виде процента от переданных денежных средств. Забирали денежные средства у потерпевших и передавали их через банкомат третьим лицам. Прошу прощения перед Сыктывкарцами за совершенные мошеннические действия на территории города Сыктывкар. 3 октября с аналогичными заявлениями в полицию вновь стали обращаться пожилые люди. Приметы очередного подозреваемого получили все столичные патрули. Задержать 21-летнего афериста по горячим следам удалось в одном из торговых центров города. Подошел к банкомату подозрительный молодой человек, имел на себе маску, капюшон и подозрительность себя ввел. Мною был произведен подход с целью установления личности человека. Молодой человек вел себя странно. Я представил в соответствии с федеральным законом и полицией, предоставил ему служебное удостоверение. При попытке отождествить данное лицо он попытался скрыться. Вследствие чего мной был применен боевой прием борьбы для преодоления сопротивления законным требованием сотрудника полиции. В дальнейшем молодой человек был доставлен в дежурную часть МВД России по городу Сыктывкару для проведения дальнейших следственных действий. Злоумышленника взяли с поличным в тот момент, когда он пытался отправить деньги очередного обманутого пенсионера своим подельникам. О том, что пожилой мужчина стал жертвой мошенников, потерпевший позже узнал от полицейских. Изъятые у задержанного 100 тысяч рублей вернулись к Сыктывкарцу. За что задержан? Мошенничество, а именно получал адреса от куратора, ехал на адреса пожилой людей, собирал деньги и закидывал эту карту. Где еще кроме Сыктывкара занимался этим? В Зеленодольске, Чебоксаре. Много людей обманул? В Сыктывкаре, по-моему, в 5-й адресе. А в Зеленодольске? В 5-й в общем. В 5-й в общем? В 5-й в общем, да. Ну что ты можешь сказать вот этим обманутым людям? Хочу принести свои искренние извинения. Оказалось, задержанные молодые люди были хорошо знакомы. В отношении каждого из них в полиции возбудили уголовное дело. На время следствия по решению суда подозреваемых в мошенничестве поместили под стражу. За желание поправить свое финансовое положение легким, но незаконным способом, гастролерам грозит солидный срок. Сейчас силовики устанавливают личности их загадочных работодателей.